Доброе утро, ребята! Приветствую вас в начале недели на торговой сессии понедельника. Думаю, уже познакомились с содержанием экономического календаря. Эта пятидневка у нас будет взрывной в прямом смысле. Каждая торговая сессия, начиная с сегодняшнего дня, уйма важных макроэкономических данных, которые будут напрямую влиять на поведение активов. Также хочу отметить и параллельно пригласить сегодня на вебинар, который традиционно понедельничный вебинар пройдет в 16.30 по московскому времени, где мы снова коснемся основных фундаментальных событий, возможностей прошлой недели. Уделим внимание важным макроэкономическим новостям и также событиям, на которые стоит обратить внимание в ходе этой пятидневки. И в конце традиционно я отвечу на вопросы. А также представлю вам основные ценовые ориентиры по ключевым валютным активам, которые мы используем в нашей каждодневной спекулятивной деятельности. Теперь переходим к нашему сегодняшнему брифингу. Традиционное начало – это анализ перспектив российского рынка через динамику рубля и поведение нефти. Рубль стремится к отметке 53. Мы ставили цели повыше, 55 – объясняли их фундаментальной составляющей, соответствующими предпосылками, которые также могут стать причиной движения российского актива к этому рубежу. Конечно же, сейчас стоит плясать от динамики нефти. Если мы посмотрим на текущие актуальные котировки Brent, это 65, соответственно, против доллара. И, разумеется, если обозначим ближайшие ценовые ориентиры по нефти, соответственно, здесь стоит отталкиваться от ключевых фундаментальных событий. Ключевое фундаментальное событие, как вы знаете, это заседание ОПЕК. Конец этой недели – 5 июня. И, скажем, с каким арсеналом мы подходим к этому заседанию ОПЕК? Мы знаем то, что в целом стратегические запасы повсеместно увеличиваются. Мы знаем, что спрос оставляет желать лучшего. Если посмотреть на сегодняшние актуальные цифры по производственной активности HSBS Китая, то, соответственно, можно констатировать еще одну слабость производственного сектора. По-прежнему ниже 50 – этот индикатор. И также, исходя из этой статистики, мы констатируем прежние экономические проблемы, которые непременно будут сказываться на низком спросе и влиять на соответствующую сплавость мировой экономики в целом. Очень важно, что вчера через Рейтерс, через каналы информационные, поступило сообщение со ссылкой на высокопоставленных чиновников ОПЕК. И это сообщение касается того, что нефтяной картель 5 июня вряд ли снизит объемы производства нефти, которые на текущем уровне находятся в районе 50, точнее 30 миллионов баррелей в день. Если мы сложим ключевых производителей, Саудовскую Аравию, Ирак, Иран тоже скоро присоединятся, то, в принципе, уже констатировали, что эти, скажем, регионы уже увеличили объемы выработки. Поэтому, в целом, как минимум, стоит ожидать сохранения добычи на прежнем уровне. И, в частности, ОПЕК аргументировал свое потенциальное решение, которое, скорее всего, мы услышим в эту пятницу, тем, что ни один из ключевых производителей нефти еще в мире не пошел, скажем, им навстречу, не поддержал их инициативу по планомерному снижению объемов производства нефти. В одиночку ОПЕК, естественно, не собирается снижать объемы выработки, поскольку, разумеется, не хотят позволить кому-то занять их долю. А так может получиться. Что касается, скажем, их идеи, касательно того, что увеличить собственную долю на рынке, то этому они, конечно же, всегда рады. Помните, когда мы обсуждали возможность сокращения объемов производства нефти в России, что сказала Саудовская Аравия? Саудовская Аравия отметила, что у них достаточно производственных мощностей, чтобы легко заместить процентов 20 российского производства. В любом случае, ОПЕК борется за свою позицию на рынке, и вот эти комментарии позволяют нам уже готовиться к тому, что коррекции ежедневных объемов производства нефти мы не увидим, а может быть, даже если уж совсем создать хорошую спекулятивную картину, можем увидеть и увеличение объемов добычи. В целом, конечно же, стоит все-таки исходить с того, что 30 миллионов так и останется целевым параметром. Для нефти это негатив или позитивный фактор? Конечно же, негатив. Поскольку это по-прежнему много, значит, ОПЕК не собирается влиять на цен на нефть в плане их снижения. И, разумеется, если мы обозначаем такие коррекционные ожидания по нефтяному активу, я думаю, что в ближайшее время увидим даже 60 долларов за баррель. Российской валюте придется также тесниться против основных конкурентов. И в случае коррекции бренда в район 60, как вы думаете, где может оказаться рубль? В район 60. Ну это совсем крутовато, выше 55. Наша цель 55, это нормально. Тем более, что, опять же, если провести аналогию, справедливое значение в случае снижения цен в район 60 по бренду, рубль 55-56. Сейчас, говоря про локальную поддержку для российской валюты, ее, ребят, попросту нет. Действительно, где бы мы ее ни искали, фундаментальной составляющей в технической ее нет. Что касается фундамента, налоговый период позади, до следующего еще три недели, поэтому поддержки с этой стороны ждать не приходится. Центральный банк, напротив, вместе с Минфином предпринимают достаточно усилий, чтобы ослабить позиции российской валюты, чтобы поддержать стабильность бюджетной конструкции РФ. И как они это делают? Вы знаете, что проводятся операции валютных интервенций, покупки до 200 миллионов долларов в день. Центральный банк периодически задирает ставки валютного репо и не расширяет программу аукционов. В целом, это указывает на то, что Центральный банк корректирует, следит, точнее, за курсом. И я думаю, что пока такой детальный и тщательный мониторинг проводится в страны российских монетарных властей, ожидать укрепления российского актива не приходится. И к тому же не забывайте про такой традиционный летний период, когда россияне запасаются валютой и едут отдыхать. Это еще один локальный фактор поддержки для именно валютных активов, но не для российской валюты. Поэтому наша цель 55, до нее остается чуть-чуть. Думаю, что в ближайшие дни, может быть, даже сегодня, мы сможем подобраться к 53. И не стоит забывать о том, что нефть, конечно же, сейчас будет одним из самых волатильных активов в преддверии заседания ОПЕ. Идем дальше. Европейская валюта. Также последние две недели демонстрирует колоссальную волатильность. Сейчас примерно пара торгуется в районе 0,950. Мы видели то, что на прошлой неделе последние торговые сессии оказались восстановительными. Восстановление главного валютного риска было связано с новостями о возможном более скором достижении компромисса соглашения стройка международных корридоров между Грецией и, соответственно, ЕЦБ, Европейской комиссией и МВФ. Но очень важно, и я надеюсь, вы это помните, что это были лишь такие слуховые ожидания, вербальные заявления со стороны, между прочим, только Греции, поскольку только Греция на текущий момент абсолютно уверена в том, что компромисс удастся достигнуть. Напротив, другие высокопоставленные европейские чиновники отмечают, что прогресса как не было, так и нет. В частности, помните слова министра финансов Ашойбли, который отметил, что Греции сейчас как никогда нужно демонстрировать самостоятельность в плане принятия решений, осознать, что в случае технического дефолта последствия практически невозможны, будет оценить. Потом мы помним комментарии министра финансов Алью о том, что МВФ также должен идти навстречу Греции, проявить большую гибкость в нахождении потенциального выхода из сложившейся ситуации, поскольку если Греция столкнется с таким понятием, как технический дефолт, потом последует затяжной кризис, выход из состава валютного блока, и эти негативные последствия уже точно непременно скажутся на мировой экономике в целом. В общем, Европа единым целым заявляет о том, что прогресса на текущий момент нет, ключевая дата, скажем, дедлайн по платежам середина июня, и кто мне напомнит совокупное обязательство Греции перед МВФ на текущий момент до середины июня. 1,6 миллиарда евро. Также мы констатировали очевидные проблемы с ликвидностью, поэтому Греция сейчас борется за этот компромисс, поскольку именно он является базисом разблокирования обещанного транша ликвидности, и без этих денег Греция, в принципе, исполнить своего обязательства не сможет. И Греция уже сообщала о том, что если соглашение не будет достигнуто, у них попросту не будет средств для того, чтобы перечислить, точнее оплатить долг перед МВФ. Поэтому в целом, ребята, неопределенность вокруг Греции сохраняется. Это событие для европейской валюты, наверное, номер один. Но все-таки, опять же, если говорить про текущую неделю, я отмечал, что она будет еще интересна тем, что в среду нас ожидает ставка ЕЦБ и, что еще важнее, пресс-конференция руководителя Европейского центрального банка Марио Драги. И есть основания полагать, особенно после последних комментариев со стороны монетарного руководства Европейского центрального банка, что эта конференция будет использована Драги как возможность поднять вопрос о чем? О дополнительных мерах экономического стимулирования. Возможно, о более агрессивном выкупе активов. Поэтому сейчас, даже если евро снова вернется к демонстрации вот этих локальных восстановительных тенденций, помните, мы в пятницу говорили, что в случае роста евро-доллара в район 1.10, это бычье ралли можно будет продавать. И даже если кто-то воспользовался этой идеей еще в пятницу, сегодня уже в плюсе. Актуальные котировки евро-доллара примерно 0,950, да? 0,941. В общем, давление очевидно на главный валютный риск Греция и еще ожидание, соответственно, конференция Марио Драги, которая у нас приходится на среду. Наша цель, поскольку 1.08, чуть-чуть мы не достигли по итогам прошлой пятидневки, давайте ее сохраним, на этот уровень пока и делаем ставку. Доллар японская иена растет практически каждую торговую сессию, уже 124, мощное сопротивление, которое, в принципе, представляет 12-летний максимум этой валютной пары. Уже несколько раз сдавался этот уровень, прочий максимум прошлой 124.30, сейчас пара скорректировалась, но, в общем, находится рядом с уровнем 124. Что касается ожиданий по доллару, мы с вами на последние, скажем, последние несколько недель обращали внимание на улучшение макроэкономических данных американского происхождения. Действительно, было много статистики, хороший. И самый важный макроэкономический отсчет – это рост базового индекса потребительских цен, который напрямую влияет на возможность повышения ставки. После того, как трейдеры увидели хорошие данные по инфляции, разумеется, снова на рынок вернулись спекуляции о готовности американских монетарных властей к повышению процентной ставки. И вспомним пятничные данные. ВВП оказался, конечно же, не так, как прогнозировали сначала, но лучше прогнозы, поскольку по прогнозу предполагалось сокращение на минус 0,8%, по факту мы увидели сокращение на минус 0,7%. Связывает это с плохими погодными условиями, в общем, резонанс еще первого квартала, но сейчас все эксперты, в принципе, сходятся во мнении, что дальнейшие показатели, следующие отчеты будут куда лучше, и американская экономика во втором полугодии сможет подрасти больше, чем на 2%. Есть ли основания? Достаточно посмотреть на производственную активность и, скажем, потребительскую активность. По итогам прошлого квартала она выросла на 1,8%. Поэтому можно сказать, что для хороших показателей по ВВП есть все основания. Эта неделя в среду у нас ADP, это отчет, который предваряет официальную статистику по состоянию американского рынка труда, и в пятницу самый важный отчет Non-Farm Parals. Сейчас, конечно же, после хороших данных по инфляции, после, опять же, хорошего потребительского спроса, активности, есть надежда у тех трейдеров, которые делают ставку на покупку американского доллара дождаться хороших цифр по итогам этой недели. И, разумеется, если мы увидим хорошую статистику, USD иен у нас может оказаться выше уровня 124, тем более, что пару доллар-японская иена толкают вверх еще соответствующий фундаментальный фонд со стороны Японии. Напомню, что монетарное руководство Японии сообщило о том, что ожидают в лучшем случае достижения целевого показателя по инфляции к какому году? В 2017 году. Это очень еще не скоро. Поэтому для того, чтобы все-таки попытаться разогнать этот показатель пораньше, без дополнительных стимулов это сделать не удастся. Поэтому, исходя из общего тандема вот этих макроэкономических фонов, мы делаем ставку на рост пары доллар-японской иена и наша ближайшая цель 124,50. Что касается фунта, напомню, что фунт сейчас больше воспринимает рыночное настроение, которое задается у нас европейской валютой. Но если посмотреть на те ближайшие ценовые ориентиры, к которым фунт сейчас состремится, особенно на фоне ожидаемого референдума по членству в рамках валютного союза, я думаю, что уровень 1,51 это рубеж, который может быть достигнут против американского конкурента фунтом в самое ближайшее время. До него остается примерно 170-180 пунктов. Также хорошая инвестиционная идея. И еще мы говорили про пару USDCAT. Откройте графики дневки, посмотрите. Говорили про разворотную свечу, говорили, что сейчас лучше либо сфиксировать результат, либо перенести ранее открытые сделки на без убыток и продолжать находиться в длинной позиции. Также давали рекомендацию для тех, кто вот-вот рассматривает эту валютную пару с точки зрения занятия какой-нибудь сделки. По-прежнему наша идея касается того, что если и покупать эту валюту с текущих уровней, то нужно подождать пока цены заберутся выше вот этой разворотной свечи. И хай этой свечи 120, точнее 1,25 примерно 30. Ну можно поставить отложник на уровне 1,25-50. Вот оттуда снова можно будет возвращаться к покупкам валютной пары. Что касается фундамента, да, он есть и да, он располагает к тому, что нужно держать эти длинные позиции. Поскольку вместе с данными по ВВП США в пятницу мы анализировали еще и соответствующую статистику канадского происхождения. В ВВП по факту мы увидели минус 0,6% против прогноза роста на 0,3%. И снова мы с вами констатируем снижение инвестиций в горнодобывающий сектор, в сектор услуг, в прочую промышленность. Снова мы констатируем слабость на рынке труда, отсутствие скажем, должного инвестиционного климата, привлекательности этого региона. В общем, очевидные проблемы, которые полномерно подводят нас к возможной еще одному решению по снижению процентной ставки. И это решение мы с вами ожидаем ближе, скажем, к осени. Но в целом одних только ожиданий уже достаточно, чтобы делать ставку на стратегическую коррекцию и ослабление канадца. Ясно? Что касается этой недели. Про состояние американского рынка труда мы с вами поговорили. Ожидаем два важных отчета ADP и Non-Farm. Что касается четверга. В четверг у нас будет ставка по Британии и объявленные, скажем, параметры по программе выкупа активов. И завтра важные отчеты – это индекс потребительских цен, который в принципе может нас уже подготовить к риторике определенного формата со стороны драги. Неделя, еще раз напоминаю, будет очень интересная. Волатильность бешеная и уже можно рассматривать, скажем, возможности для сделок, поскольку, в принципе, с точки зрения позиционирования мы коснулись всех интересных активов. Я думаю, что эти сделки могут оказаться практически беспроигрышными. Ясно? Поскольку вопросов нет, большое спасибо за внимание, ребята. Ждем вопросов на нашем официальном канале Amarkets. Оставляйте их под видео окном. Всего доброго. До свидания.